Пора, собственно, поговорить о том, что же такое, даже не что же такое запоминание, а с помощью чего мы будем запоминать. Скажу вам сразу, что подход большинства книг мы использовать не будем. Подход 95% книг, да это так, не 95%, часть книг пишет про то, что просто как работает память с точки зрения нейрофизиологии и так далее. Я постараюсь эту часть сократить до оптимального минимума, чтобы вы понимали, как это работает и это вам помогало в выполнении упражнений, но не более. Это первое. Второе, это просто набор техник. Особенно интересны книги «125 способов запоминания». Такая же полезная книга, как «114 способов завязать шнурки, если у тебя их нет». Например, или «17 способов заправки автомобиля». Я знаю только один. Может быть их два или три, но один использовать всегда лучше, чем несколько. Так же как врачи, там нет 112 способов вылечить пациента. Огромное количество техник, манипуляций, огромное количество различной информации, которые в идеале сводятся в некий общий алгоритм, пускай он даже не проговоренный, навык, у врачей это называется клиническое мышление, в способность, собственно, ставить диагноз. Это не набор, что в этом ситуации мы идем вот по такому алгоритму, а в этом по такому. Когда ты их этому учили, что в этом случае мы вот это выясняем, в этом вот это, дальше это собирается в некий общий навык. Наша задача с вами – не набрать набор навыков. Поэтому самое обидное, когда после тренинга люди пишут, а вот есть какая-то конкретная техника на вот это. Неконкретная техника. В целом набор техник и общее, обобщающее, скажем, вот у нас будет набор разных инструментов, даже не техник, инструментов, которые вместе к концу тренинга должны быть сведены в понимание, как их использовать. И любой тип информации, как я сказал в самом конце, мы по списку пройдемся, каким инструментом или какими инструментами то или иное задание может быть выполнено самым оптимальным образом. То есть это не набор техник, это одна большая, один большой навык, одна большая техника. И вам, в большом счете, должно быть все равно, какой вид информации. Поначалу, да, вы будете выбирать это дискретное, это не дискретное запоминание, точное. Цель у нас вот такая, то есть будет алгоритм. Тогда мы выбираем вот это. Со временем вы просто будете смотреть на информацию и запоминаете. Так же, как вы сейчас читаете английский, новые английские слова. Раньше вы открытый и закрытый слог, тут у нас гласное и так далее. Теперь вы просто читаете по привычке. Вы можете ошибиться, не заглянув в словарь, потому что бывают исключения, но в целом вы читаете, так же, как на русском языке. Вы читаете новое слово, и у вас вопрос только в ударении. Вот здесь вопроса с ударением у нас не будет. За счет чего происходит наше запоминание? Все, 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 что мы будем изучать, можно сказать, можно разделить на две части. Первое – это мотор запоминания. Это, собственно, использование визуального канала. У нас есть несколько каналов в нашем мозгу. Это аудиальный, то есть который работает со звуками. Кинестетический, который работает с ощущениями. Дигитальный, который работает с логикой. И визуальный, который работает с картинками. Если их как-то схематично изобразить, то по размеру аудиальный, дигитальный и киностатический они будут маленькие, а визуальный будет огромный. Просто сам себе провод и процессор, который подходит, то есть провод, который подходит к процессу, оба эти компонента очень широкие. То есть широкий канал и большой процессор. Примерно, чтобы вам представить, на одном DVD-диске мы можем записать полтора часа фильма в хорошем, нормальном качестве. Сейчас уже есть и Blu-ray, который, типа, большего качества дает. И, типа, мы это видим. Один фильм полтора часа. С другой стороны, можем записать, наверное, всю национальную библиотеку на один или два DVD-диска, если это будет только текст. Потому что там будет несколько миллиардов знаков. Это много. Миллиард – вообще большое число. Почему? Потому что визуальная видеоинформация, она занимает больше места. Но поскольку мы с визуальной информацией работаем очень легко, то у нас специальный визуальный процессор. В старых компьютерах, откуда пошли видеокарты отдельно, в старых компьютерах, чтобы не нагружать процессор, был второй процессор, как и сейчас есть, в видеокарте. И зачастую он был мощнее, чем сам по себе процессор. Для того, чтобы работать с видеоинформацией, потому что это огромный поток. Наш мозг умеет работать. И поэтому у вас, собственно, в голове, на самом деле, есть компьютер, счеты и косточки. Такие, знаете, счетные. И вот вопрос в том, что в школе вас приучили работать, собственно, с косточками, со счетами. Кто-то умеет прямо в нужный момент отложить косточки, достать счеты и сказать, смотрите, тут даже десятки. Можно разряд переводить. Есть у вас рядом стоит компьютер. И самое интересное, что компьютер, как я говорил, это навык. Вам не хватает просто инсталлированной программы, то есть способа использования этого компьютера. Вам нужно установить программу или набор программ, тогда вы сможете считать. Программа-калькулятор позволит вам быстро считать. Усковно говоря, программа по запоминанию чисел, вы загружаете ее, она вам запоминает числа. И с любым видом информации обстоит ровно так. Еще раз возвращаемся к мысли о том, что это не тренировка. Тренировка важна, но это не тренировка мышцы для того, чтобы она стала больше. Это установка нужной программы. И нам надо не только вставить диск, но и дождаться, пока он полностью установится. То есть отработать. Благо, это намного быстрее, чем накачать себе мышцы, намного быстрее установить программу. Визуальный канал. Визуальная память вообще уникальна. Парочка примеров даю вам простых. Вы помните всю свою жизнь на самом деле, просто не ко всей своей жизни, не к каждому кусочку вы имеете постоянный доступ. Парадокс памяти заключается в том, что запоминаете вы и так все. То есть в принципе можно закончить курс развития памяти, если цель запоминать. Я могу сказать точно, что вы запоминали и до меня абсолютно всю информацию, которая прошла через ваши глаза, уши и ощущения. Единственный вопрос, что на самом деле доступ к этой информации крайне неудобен. Самый пока лучший способ, который придумали, связан с трепанацией черепа, собственно, и стимулированием открытого мозга. В практической, скажем так, ситуации это невыгодно по двум причинам. Во-первых, санитарным. А во-вторых, мы не знаем точно, в какую часть мозга нужно ткнуть электрическим током, для того, чтобы вспомнить конкретную информацию. Но один дядька, они там что-то не делают на Западе, из Канады, он нормально тыкал в мозг в открытый электрическим током, думал, что так лечится эпилепсия. У него ничего не получилось. Эпилепсия так не лечится. Зато он обнаружил, что люди вспоминают то, что было 20-30 лет назад, с ощущениями в теле. То есть человек помнит, полностью все ощущения в теле, где что болело и так далее. Потрясающе. Есть еще такой раздел, как голографическая память. Мы заниматься не будем, но это тоже очень интересный, как упражнение, способ, который позволит нам больше информации вспоминать. У нас будет во второй части, завтра, несколько упражнений, которые, если вы будете делать, ваше запоминание, во-первых, станет лучше, непроизвольное. То есть вы будете просто запоминать больше и вспоминать больше. И сможете вспоминать больше. То есть вы научите мозг, как это правильно делать. Это то же самое, что иметь тренированное тело. Вы можете его не использовать в обычной жизни. Некоторые говорят, не лопнет ли голова. Вот когда я смотрю на качков, знаете, по телевизору, я думаю, не лопнут у него руки. Вот. Но говорят, не лопаются. Но если быть не то, чтобы там перекаченным, а в принципе просто подтянутым, это всегда плюс. То же самое с памятью. Есть набор упражнений, которые нам позволят еще и развить дополнительную память. Визуальный канал, короче, это здорово. Общая идея. Это, что касается мотора запоминания. Тут все просто. А теперь второй блок называется организация этого запоминания. Вот это уже набор техник, как конкретно вот это развитое визуальное мышление привязать к конкретной задаче раз. А во-вторых, в целом, не только конкретные задачи его привязать, то есть к разным видам информации, а еще и общие так называемые алгоритмы. И почему курс развития памяти так важен для технологии обучения. Не только потому, что мы развиваем память, не только потому, что вы привыкаете уже к подаче материала, к моей, а еще и потому, что часть самых важных инструментов мы на практике, поскольку у нас будет много практики, внедряем уже сейчас. Это так называемый алгоритм антибарана. Кто с ним не знаком, обязательно нужно будет познакомиться. Здесь же у нас алгоритмы загрузки и сохранения. Здесь же большое количество инструментов относительно разделения задач. То есть самое важное и нужное во всем обучении это разделение задач. Под каждую задачу свой инструмент. С языком то же самое. Кто был на вводных семинарах по языкам, знает, что самое важное это разделить язык на задачи и под каждую задачу есть свой инструмент. Так же, как врачи зачем-то ставят сначала диагноз, а потом лечат. Я никогда не понимал зачем, потому что можно назначить все таблетки разом и чтобы печень еще поддержать что-нибудь, чтобы не умер раньше времени. Но они зачем-то предпочитают долго-долго-долго сначала ставить диагноз, потом назначать одну таблетку, когда выгоднее им было бы сразу назначить все таблетки, меньше времени, больше денег. Но это надо у них спросить. Идея понятна, мотор и организация этого самого запоминания.